Народ, всем здорова! На дворе у нас 2 января 2024 год. Надеюсь, вы все хорошо в него заскользнули. Всех с Новым Годом! Мы заскользнули хорошо, отгуляли. Примерно до 6 утра мы, наверное, сидели. Потом уже к обеду немножко отоспались 1 января. К обеду опять застолия. Ну, в принципе, как у всех. Но сегодня 2 января, труд никто не отменял. Труд мир май, да? Давай работать начинай! Сейчас едем вот с Саней. Всем привет, да, сэн? Да, всем привет! Всем привет! Едем с Саней, везем один агрегат, холодильник. Попозже будем разрушать, я вам покажу, конечно же. В общем, отгуляли хорошо. Будем готовиться уже потихонечку к весне. Но у нас обещают, конечно, заморозки. Оплатил я уже рыбалочку голландскую. Скоро на рыбалку будем планировать ехать. Только документы должны прийти домой. А вот Саня поздний переселится уже месяц в Германии. Саня, а как впечатления после месяца? Включи впечатления хорошие. Все нравится. Тепло здесь. Только что погода такая, что дождик. А так вообще все хорошо. Красило здесь. Ну что я сейчас. Все, кто хочет в Германию, лучше приехать, конечно, попробовать. Уехать всегда можно, да? Уехать всегда назад можно, но вернуться. Лучше, я всегда говорю, лучше один раз попробовать, чем потом всю жизнь жалеть, когда есть шанс. И что ты не поехал. Да, да. А как тебе Новый год? Фейерверки? Новый год вообще фейерверки здесь вообще обалденный. Чат где-то часа, наверное, полтора, наверное, все открывали. Тут все светилось. Здесь вообще очень хорошо, очень красивые фейерверки. Все такие хорошие. Как вообще впечатления. Новый год вообще очень большой славы. Да, хорошо, конечно, погуляли. Через пару дней уже должны отдать ключи от квартиры. Так что они уже будут потихонечку оформлять свою квартиру. Месяц они у нас пожили. Кое-что мы снимали, но я постараюсь потом, наверное, все это выложить. Не до конца отсняли, поэтому я и не выложил это все. Как оформляли документы, там всякое такое. Ну и, в принципе, хлопот много в декабре. И блогеру не так легко. Всегда нужно как-то взять паузу и подготовиться к Новому году. Едем мы в Люденхаузен. Вот на таком прекрасном Мерседесе. Мерседес-каратыш. Холодильник. В холодильник загрузили. Уже переселенцам из Фридлода пришли Фертрибы на Усвайс. Саня приехал по восьмому. Жена и двое детей приехали по седьмому. Им уже дадут немецкое гражданство сразу. А ему придется немного здесь обождать. Через время может тоже получить. Но я прожил где-то... Уже не помню. Наверное, 10 лет я потом только сделал. Ну, в общем, в общей сложности раньше нужно было прожить 8 лет в Германии. Потом, чтобы у вас был умбифрист, это фиртрак такое. Типа на пожизненную работу. Чтобы была работа, рабочее место. И тогда вы можете сдать Айнбюргерингс-тест. Это там про политику, про историю Германии. Бэйнс надо сдать языковой тест. Ну и в принципе все. Отказаться от казахстанского гражданства было так у меня. И получить немецкое. Так что сейчас вроде, Саня, упростили. Тебе, может, поменьше надо будет все это проходить. Ну, мне как говорили, что через 3 года я могу получить немецкое гражданство. Ну, вот как ты говоришь, да, там надо будет сдать тест в Айнбюргерингс. И чтобы я вроде бы как работал, тогда я могу прикидывать на немецкое гражданство. Да. Ну, вроде чуток упростили. Посмотрим. Точно не знаю. Люди знают, кто? Пишите в комментариях. Сейчас Александр немного удивился. Говорит, нифига себе, такая погода. Говорит, январь у нас там все в шубах. А сейчас женщина бежит в шортах и в майке на улице. Дождь. Январь месяц. Ну и декабрь был такой, да? Ну да. Тепло здесь вообще. На днях обещает. Правда, минус 5 у нас. По прогнозу стоит. Посмотрим, как оно будет. Вот месяц спустя в Германии что-то тебя вот вообще удивило. Что удивляет вот такого интересного здесь? Ну, природа, архитектура, что много строений старых. Еще смотришь, церквушки такие, замки вот это. И что еще вот? Магазины такие здоровые, да, ну это ладно. Потом иностранцев много здесь. И что вот бывает, что очень много русаков. Даже бывает, заходишь в магазин, что объясниться не можешь. Ну вот продавцу. Раз тебе по-русски скажет. Я вообще обалдевал. Русская речь, что, ну вот как что-нибудь. Как там было там. Не могу что-то купить. Вам, может, вот это надо по-русски мне? Я офигел. Ну вот такое, что. Удивляет, да, что столько. Когда живешь в Казахстане или в России где-нибудь. Ну не подозреваешь, что столько здесь людей, да, переехало. И русскоговорящих много, да? Да, да. Русская речь очень много. Как-то даже было здесь немножко. Заблудились мы. И вот по телефону ищем. Я говорю, что мы с женой как-то разговариваем. Раз, там подходит русская. Говорит, вам куда-то надо было к делу? Скажите нам, объясним, как куда добраться. Вот что вот это здесь. Очень много лесоков. Ну даже прикольно, что когда вы пошли в Джоб-центр, когда вот оформились уже, практически все документы уже все сделано. И, как она, больничная касса и банковские счета. Ну все сделали. Ну в общем попался земляк, император, да? А, да, оператор нам попался еще, кстати, из Павлодарской области, из Экипосуза. Он сколько здесь уже, по-моему, 20 лет живет где-то так. И тоже как бы, говорит, Ленин, ну вот, у меня жена с Ленинского, говорит, я в Ленинском там, говорит, ну, кстати, знаю, мотоцикл покупал. Я говорю, я вообще, говорю, в Кочирске. Он говорит, кстати, у меня, говорит, в Кочирах тоже, говорит, там где-то полдеревня родственников. Ну ты, говорит, уже не знаешь, там больше 20 лет они, говорит, уже все поуезжали, так что везде есть, как-то, с наркома, ну как, как сказать. Свои люди, да, да. Свои люди есть везде. Когда вот мы 20 лет назад сюда приехали, конечно же, не столько, хотя были, да, тоже много было русских ребят, кто по-русски говорит вообще. Но сейчас вообще, сейчас жизнь намного легче в Германии. Знаешь почему? Потому что раньше, когда мы приехали, мы пользовались картами, вот не было навигации, переводчиков таких не было. Сейчас телефон открыл, телефон тебе везде поможет и по-всякому. Ну да, допустим, вот я как-то гуляю, мне надо куда-нибудь, я не знаю, навигатор забил, все, он мне. А раньше вообще не представляю, как куда он по картам вообще. Было так вот, катаешься вокруг Хама, в районе Дортмуна, где-то, когда мы только приехали, смотришь в эту карту и не можешь понять, куда тебе ехать, и не можешь понять, где ты находишься. Вот так вот было раньше. Еще и ночью катались. Сейчас легко, конечно, в этом плане. Да, тем более легче сейчас с тем людям, которые переезжают. Они уже посмотрели блогеров, да, считай, в Казахстане. Раньше такого не было. Посмотрел блогеров, информацию уже знаешь, обладаешь, приехал. А раньше приехали, как незнайки, все, бежишь туда, бежишь сюда. Ну, в принципе, обжились, научились многому. И у вас все получится. Ну, да, тоже говорю, что вот это хорошо, что сейчас, да, вот блогеры есть. Прежде чем мы сюда тоже лететь, ехать, мы тоже смотрели очень много там, ну, гид-хуби там, что как во Фринване, как себя вести, куда уже, фактически мы уже это все знали. Вот это что хорошо. Да, да, это отлично, конечно. На данный момент мир не стоит на месте, развивается потихоньку. И полезные информации всегда можно много черпнуть в интернете. Вот мы уже в Люденхаузене. Осталось всего лишь 2 километра, будем на месте. Приятные фасады, да? Да, очень. Глаза разбегаются. Все прятенько, да, все влезетно. Да, несмотря на то, что после Нового года, да, дороги чистые уже, убрали от фейерверка всю эту тему. Обычно всегда все валяется. В одном месте только видели, а так везде чисто, сколько ем. Ни мусора, ничего нет. Да, да. Вот сюда мы приехали. Здесь сейчас будем разгружаться. Здесь тоже холодильники стоят снятые. Хорошая вещь, прибыльная. Холодильники всегда. Люди кушают всегда, поэтому надо. Вот такой вот у нас Мерседесик. Сейчас на погрузчике сгрузят нам вот такой вот холодильничек. Термокинг. Холодильник в холодильнике, друзья. Опа, для страховочки. И тут так же самое. И все. Две шестьсот. Саня, такой стуэт. Две шестьсот. Такой маленький, да, ценник офигеть. Я говорю, холодильники всегда в цене. Везде. Особенно в жарких странах. Знаешь, будто козрек на фуру. Ну, да, так и есть. Крепится вот таким вот уже макаром, как говорится. Это карьер, а термокинг, он больше в цене. Вот так вот. Ну, это тоже, конечно, хорошая штучка. Удобно сбоку, когда тебе что-то к ленту подвез, так, мороженое, раз и разгрузил. Да, чтобы полностью не открывать ворота сзади. Вот эта вот штука-виш, она заезжает вовнутрь, все крепится. Ну, в сам этот, как тебе сказать, в кофр в этот. Забыл, как по-русски. В будку, в общем, друзья, в будку. А тут сверху, смотри, да. А одноприцеп на такой, на флигер-то, да, они длинные идут, он полностью на всю стенку. Это вот термокинг MD200. Вот и все. А он еще говорит, может, руками сгрузим? Я говорю, нет, нет, тащи погрузчик. Вот и все. Сейчас бумаги поставят, штамп распишутся, чтобы мы доставили, все нормально. Эти совсем новые, друзья. Абсолютно. Вообще, вот, смотрите, еще даже нигде не стояли. На маленькие такие тоже кабины поставил сбоку. Также дверка, сзади дверки. Отлично. Эти совсем новые. Вообще, конуль, смотри. Ну, да, вот эти новые холодильники. И также двери сбоку, видишь? Да, смотри, да. Обрати внимание, какой домик красивый здесь. Да, вообще, офигенно. Наверняка хозяева, знаешь, и все им принадлежит в округе. Деревца стрикает, красивая, да. И хура вообще. Да, да. Потому что здесь все с холодильниками, вот это все связано. Здесь тупик, мы заехали. Разгрузились, едем обратно на фирму. Сейчас нужно будет еще один танкер отвезти. Ну, тоже в этот район. Вольфен надо отвезти его. Отдать. Саня в Казахстане тоже, вот у него был свой КАМАЗ. Занимался перевозкой зерна из России в Казахстан. А потом, Саня, что там? Ну, возили мы, как бы, афганцам. Получается, Казахстан был как перевалочная база, да. Вот, афганцы с Афганистана приезжали, арендовали склад там. И вот покупали зерно там. Приезжали мы туда на весы, потом к ним. Ссыпались в этих складах. И они потом уже мешковали там. И мешки уже отгружали в вагоны, в товарняки. Отправляли на Афганистан, на Узбекистан. А в России грузились и у фермеров? А в России, да, грузились у фермеров. Вот обычных у фермеров, у крестьянных. У крестьян со складов приезжаешь, тебе там деньги заплатил. Загрузился, тебя по грузчикам загрузили. Все, взвешивался, деньги наликом отдал. И все, поехал мы в Казахстан. Говорит тоже, возможно, сядь за баранку, если все с языком получится. Ну, по-любому получится. Через время, говорит, права сделает на грузовик снова. Потому что здесь в Германии надо переучиваться. И тоже, говорит, возможно, будет рулить, да? Да, так же. Ты же говоришь, без руля не могу, да? Да, без руля я привык. Я сколько уже, получается, с 20, наверное, 5 лет я постоянно. Вот, как КамАЗ купил все время за баранком. Для меня это уже привычно. Я не смогу уже так уж, чтобы что-то мне нужно. Чтобы постоянно ездить. Без дороги, да? Да, без дороги. Я привык, что дорога это мое. Так, мы уже на фирме. Вот эту бочку надо утащить. Вот эту. Я называю их танкерами. Хотели было только выехать. И облом на сегодня. Говорит, на сегодня все. Потому что, почему? Потому что, блин, пухты. После этой машины тормоза здесь резкие. Резкие тормоза. Бумаги не готовы. Так что, сейчас я паркую. Все подготовил. Машина на завтра. И завтра с утра. Первым делом этот рейс будет. Так что, всем спасибо за внимание. Всем пока. Далее, друзья. Представляю к вашему просмотру. Начало декабря. 2023 год. Поздние переселенцы. Только неделю в Германии. Посмотрите, как мы бегали по документам. Что нужно собрать. Что нужно сделать. Так что, всем приятного просмотра. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем добра. Народ, всем здорово. Вот это вот на заднем плане у меня находится Ауслендером. Так называемый офис. По делам иностранцев. Сейчас мы привезли поздних переселенцев. Так как они попали к нам в город Хам. И первое время они будут жить у нас. Привезли мы их сюда. Чтобы отметиться. Неделю они уже здесь. В Германии. Сегодня учреждение на самом деле закрыто. Но... Нас приняли. Нас приняли. Сегодня не приемный день. Но нас приняли. По телефону договорились. В общем, ребята, неделя в Германии. Что скажите? Беготня начинается? Да, беготня начинается. Наталья вот уже сидится на нейрохни. Не переживай, все будет хорошо. Запросили у нас сейчас здесь паспорта. И регистрируют Шайн. Это регистрация из Фридланда. Далее сказали, что нужно встать на учет. Прописаться. Пропишутся они пока у нас. И потом сделать банковский счет. И уже дальше. Тут уже рождественское настроение. Прямо. Ну, кроме нас еще есть люди. За елочкой. Показывать вам не буду. Прошли мы сейчас учреждение по делам иностранцев. Сейчас едем на прописку. Первое время пропишем у нас. Так как квартиру, которую нашли, она еще занята. В ней еще живут люди. И как освободиться, естественно, все будет дальше двигаться. Квартиру мы тут нашли еще до того, как люди приехали в Германию, естественно. А их бы и не пустили в этот город без подтверждения. Так что, ребята, лайфхак. То есть, если к себе хочет перетянуть родственников и ваш город закрытый, можно найти квартиру, взять от фирмитера подтверждение, справочку. И тогда с вероятностью 99,9% ваши родственники попадут к вам в город. Ну, а мы, как Юрий сказал, идем на прописку. Сейчас ребятам дали русскоязычных бираторых девушек здесь, которые у нас с Хами помогают. Сказали, что если вдруг мы не сможем там где-то их сопровождать, девчата могут там всегда помочь по поводу школы, по поводу садика, ну и всех других дел. В принципе, это сейчас только самое начало, сейчас как начнется там. А потом, как пойдут письма, когда в ящик заглядываешь, помните такое, ребята? И когда еще ничего не понимаешь и сидишь и думаешь, а что они от меня хотят? Я прям это помню. Ну и бегунок дали, да, тоже такой? Не, бегунок не дали, просто сказали, подойдите. Ну, там она показывала, я подумал, как бегунок, что куда идти. Это она показывала лабораторов этих девушек. Понял. Вот так, сейчас едем на прописку, открываем счет, потом кранкинг касса, это страховка по здравоохранению, и потом джоб-центр. Ну, так дальше больше будем показывать. Шпрах Шули, на шпрахе надо будет их отметить. И по поводу визы у Александры. Ну, дальше больше будем показывать все с вами. Оставайтесь с нами. Вот-вот. Естественно, там внутри не поснимаешь, друзья, потому что ни в каком учреждении вам не дадут, когда вы проходите прием, чтобы вы снимали, скажут, что вы что. Поэтому проходим, рассказываем, как есть. Подписывайтесь, ставьте лайки. Приехали в Бюргерамт. И ратуша здесь. И все. Немного беготни. Первые шаги по Германии всегда побегать придется. Хорошо, когда есть кому еще помочь с переводом и так далее. Да, в Киеве у кого-то нет помощи, ты приезжаешь, что ты не знаешь, куда. Как мы приехали? Я помню, это были такие сложные времена. А сейчас и телефон все помогает, да? И видео многие снимают. Да, да, да. Сейчас, кстати, в блогере только сейчас я ехал в машине, разговариваю, что сейчас прям помощь, да, блогерская ребята, капитальная. Вы уже еще, находясь в России, в Казахстане, кто откуда едет, вы уже все видите, смотрите, и уже продвинутые. И мы ехали вообще, как говорят, как котята в бешке слепые, ничего не знали. Да, ну вот в Бюргерамте, вот кабинеты, если горит красненький, то занято. Как будет зеленый, можете заходить, вот там, видите, написано. Не удалось нам прописаться в Бюргерамте, пришлось приехать в Центральный. Вот он, в городе Хамп. Так как не все делают по делам переселенцев на данное время, оказывается, надо прийти в Центральный, и все отсюда начинается. Дали нам бланк, который нужно было заполнить, где мы жилье снимаем и так далее, и дальше уже сдать здесь. Ну, сейчас посмотрим, как это будет дальше. Вот такой вот дали листик, где написано... Вонус берегти гунгшайн, ребята, да, должна заполнить. Тут наши имена с Юриком, наш адрес и кого мы хотим у себя прописать. Все. Вонус берегти гунгшайн. Так что тем, кто будет прописываться, знаете, надо сначала брать эту бумагу, заполнять, а потом пока идти на прописку. Наконец-то прописались, но нас попытались здесь немного пофутболить. Попался некомпетентный работник. Я, говорит, не знаю, что такие параграфы, что такое, бумаги ей даешь. Читает, ничего понять не может. Пока не пришли уже другие люди, другие работники, не поговорили по телефону, там, опять же, сверхстоящими инстанциями, и сказали, да, это обычная прописка и все. И в итоге потом, говорит, одного пропишу, типа, кто главный заявитель, кто немка, а других нет. Нужны переводы, которые нам подходят, которые мы принимаем. Надо идти... От сертифицированного переводчика, который, да. Да, хотя бы во Фридландии это проходило, в общем, какой-то вообще работник попался. Ну, и в итоге всех прописало. Конечно, длилось, наверное, целый час. Да, долго сидели, да, ребята. Ну, хоть уже какой-то звик. Теперь... Самое главное, в принципе, сделано, это прописка, да. А от прописки уже шагаем дальше. Теперь вот этот Мельдебешанниг, надо будет прописка, это все отправить во Фридланд, и Фридланд выдаст, пришлет такой фертрибенаусвайс. И с этим фертрибеномусвайсом можно уже получить немецкое гражданство, Наталья. Ну, это вообще самый главный документ для немцев, кто люди знают, да, кто в Германию переезжал, что Фетрибен, это самое главное, говорят, надо хранить до самой пенсии, там, не знаю, или до самой смерти. Вот так, самая главная бумажка, подтверждающая, что вы действительно немец. Да, и это было у нас третье учреждение. Мы говорим, нас в футболе, Тауслендерамт нас в один бюргерамт, бюргерамт нас в другой бюргерамт отправляет. И она руками разводит. И главное, тут в центре... Так, так, смешно еще, главное, сидит, укуталась, работать не хочет, и холодно сидит, и все, глазками лупает на нас. Главное, с нашего районного бюргерамта нас послали в центр, приезжаем в центр, они говорят, а что вы там не прописались? Мы говорим, ну, нас послали, а видите, они между собой так посмеялись, эти работницы. Короче, в футболе просто, ребята, я никогда не думала, что в Германии это так. А тут, видите, узнаю сейчас, я думала, все тут это, с улыбочкой, как надо. Что-то сегодня не очень улыбались. Не хотели, не хотели. Но, тем не менее, прописались все. На сегодня все, вернулись домой, сейчас я отправлю по электронной почте во Фридланд. Мельдебешайник, это вот прописку эту, и оттуда уже они пришлют также по почте Фертрибеном Свайс. Все, на сегодняшний день все, завтра уже там джок-центр и так далее, потихоньку будем вам показывать. А сегодня мы еще будем готовить борщ, да? Да, сегодня у нас борщ. Ребята, говорят, хотят жидкого, соскучились по супчику, так что будем готовить.